Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Рад приветствовать на своем канале. Это Физика за минуту. Поехали! Как вы считаете, что мы будем видеть своими глазами, если достигнем скорости света? Может быть, темное пятно, потому что свет не будет нас обгонять? Или, наоборот, яркое свечение? На самом-то деле мы вообще ничего не увидим. Тут все намного хитрее, ведь в дело вступает теория относительности. Согласно ей, при движении время замедляется, и чем больше скорость, тем сильнее этот эффект. Если двигаться со скоростью света, а это максимальная скорость во Вселенной, то тогда время замедлится до полной остановки. Наблюдателям будет казаться, что часы на вас просто замерли. Ну а для вас самих путешествие со световой скоростью продлится одно мгновение. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Представьте, что вы стартуете с Земли на ближайшую к нам звезду, Проксиму Центавра. До нее 40 миллионов миллионов километров. Свет проходит это чуть более, чем за 4 года. Для упрощения будем считать, что вы мгновенно разгоняетесь до скорости света. Тогда вы увидите следующее. Итак, 3, 2, 1... Эээ, все... На самом деле для всех остальных путешествие длилось более 4 лет. Но для вас-то время остановилось, Поэтому вы мгновенно достигли точки назначения. Для вас прошло 0 секунд. В этом нет ничего удивительного, Ведь время относительно И может протекать у всех по-разному. Так что на скорости света вы ничего не увидите, Потому что просто-напросто не успеете. Слушайте, а есть же ведь супергерои, Которые движутся со скоростью света. Эх, набидно за них, Что они при своем движении пропускают такую фееричную картину. Конечно же, человеку никогда не достичь скорости света. Это чисто умозрительное рассуждение. Так могут двигаться только частицы, Не имеющие массы. Например, фотоны. В этом плане им повезло. Да, они самые быстрые частицы во Вселенной. Но с другой стороны, Они заложники своей скорости. И медленнее двигаться не могут. Так что они никогда не увидят, Насколько прекрасен окружающий нас мир. А на этом не все. Хочу ответить на два самых частых вопроса, Которые вы задаете. Во-первых, смена названия канала. Давайте пока заморозим этот процесс. Я понял, что сейчас это не так важно. И во-вторых, музыка, Которая у меня играет в роликах. Посмотрите, в описании там указаны практически все треки. И, конечно же, ставьте лайк, Рассказывайте друзьям об этом ролике, Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова